Сегодня мы отправимся с вами в Татры. Вот если в Польше есть рай, так это он. Пройдем 20 атмосферных километров к знаменитому морскому оку, а в конце поднимемся еще выше, в незаезженное, но еще более уютное место Татар. Будет смешно. Мне кажется, я сейчас врежусь. Иногда не очень. Но главное красиво. С таким видом мы еще не ели. Приятного путешествия. Наша отправная точка – город Новый Тарк. Чтобы успеть посетить все напланированные достопримечательности польских гор за один день, мы встали в 4 утра и уже в полшестого были на вокзале. Отсюда в Закопаны каждый час ходит поезд, а сама поездка занимает 27 минут, наполненных живописными пейзажами и уютной атмосферой. Очень предвкушаю наше приключение, наш поход. И пока у меня много сил, много энергии. Посмотрим, как будет к концу. Я думаю, что вначале нам будет идти довольно легко, ну, собственно, как мы и изучали дорожки. Потом будет сложнее. Вот. Но надеюсь, сил нам хватит, медведь нас не съест и все будет хорошо. И вот мы на вокзале в Закопаны. Пол процента пути пройдено. Ура! Следующей целью должна была быть маршрутка, которая довезет до входа в Татранский национальный парк. Но по пути к ней нам попалось такси, которое ехало туда же. Вышло 20 злотых вместо 15, зато так мы сократили наш путь и никого не ждали. Вы можете, конечно, добраться на своей машине, но лучше выбирать маршрутку или вот такое такси. Иначе нужно заранее бронировать парковочное место, да и будет стоить это намного дороже. Ну что, мы приехали с вами в Татранский национальный парк. Это единственный высокогорный регион Польши с богатой природой и, естественно, супер популярным местом для туристов. Площадь парка немаленькая и, кстати, большая часть находится в Словакии. Сейчас у нас на часах 7.42 и мы официально начинаем наш поход в горы к морскому оку и не только. Мы уже подготовились заранее, намазались кремом солнцезащитным, надели панамки, чтобы не сгореть, потому что сейчас как бы еще утро ранее, но уже довольно тепло и солнце греет. А еще напшикались оффом, потому что посмотрели, что другие люди это уже сделали, и мы такие, ну да ладно, обезопасим себя. Вот, идем, кайфуем с кучей людей. В самом парке находится 16 пешеходных троп, от легких до сложных. Сначала мы пойдем по легкой, потом перейдем на более сложную. Пока идем к озеру, немного прикоснемся к истории этого места. Многие века парк оставался нетронутым человеком. В какой-то момент появились признаки кочевого скотоводства, но самый сильный вред татранской природе нанесло развитие промышленности в 18-19 веках. В то же время татры стали предметом интереса ученых за счет своей природной ценности, и именно они стали на защиту парка. Как результат, был принят акт о запрещении вылова и истребления альпийских животных. И интересно, что хранителями природы татр стали также бывшие браконьеры. И так, в 1954 году был основан Татранский национальный парк, который с тех пор стал убежищем для многих видов животных и растений. Тем временем прошло уже полтора часа, как мы идем. В принципе, вообще не сложно, потому что дорога была легкая. И сейчас мы спустились, точнее свернули на вот такую вот дорожку каменную. Атмосферная, не могу. И вот идем в такой красоте в лесу. Кайф. Пока что еще много сил. Да, все, еще держимся. Осталось час десять, и как раз эта дорожка сокращает путь к морскому оку примерно на 15 минут. Мы могли продолжить идти дальше на асфальтовой, но тут как красиво. Я не могу. Наша главная цель на сегодня это, конечно, морской око. Но также планируем посетить еще парочку красивых мест. Если, конечно, у нас хватит сил. Потому что в этом парке находится множество природных достопримечательностей. Здесь есть и озера, и пещеры, и долины. И, возможно, что-то я еще упустила. Так что сегодня у нас план максимум. Посмотрим, насколько нас хватит. Также не могу не добавить, что Польша очень разнообразна в плане природы. С одной стороны она омывается Балтийским морем, с другой окружена горами. И хоть в основном страна расположена на равнинах, горная ее часть очень богата на памятные места. А еще, помимо Татар, в Польше находится 23 национальных парка. Бесчисленное количество пещер, лесов, озер и даже первобытный лес. Неудивительно, что поляки любят путешествовать по своей же стране. С таким разнообразием даже не обязательно выезжать за границу в поиске новых впечатлений. Наша последняя остановка перед Морским оком. И просто посмотрите, какие здесь виды, какая красота. Просто фотообои живые, ходят кони. Тут, кстати, конечная станция этой повозки. Дальше людям уже нужно идти пешком. В общем, нам осталось где-то полчаса. Немножко передыхаем. Через считанные секунды мы придем с вами уже к озеру. А пока хочу поделиться классным лайфхаком. Во-первых, собираясь в поход, обязательно берите с собой удобный рюкзак. Желательно с анатомической спинкой. Мы путешествовали налегке, поэтому мой обычный рюкзак и рюкзак Андрея для ноута тоже неплохо подошли. Во-вторых, не отходя далеко от темы, если вы ищете хороший рюкзак для ноута, то выбирайте подходящий к диагонали вашего ноутбука, чтобы потом не прогадать с размерами. И вот именно за эти, казалось бы, мелочи я и люблю Е-каталог. На этой платформе вы можете подобрать для себя лучший товар в нужной вам категории, будь то рюкзак, телефон или товары для дома. Для этого куча фильтров в вашем распоряжении. Например, моя цель – рюкзак для ноута. Выбираю предназначение – городской, объем – 26 литров, анатомическую спинку в плане конструкции и, самое главное, диагональ ноутбука, чтобы он в рюкзак влез. Ну и если сортировать по цене, то за пару онлайн-заказов можно уже неплохо так сэкономить. Ссылка с рюкзаками в описании, пользуйтесь и экономьте. Все, закрываю глаза. Ну тут еще иди метр-глаза. Все, закрываю глаза. Так, мне страшно, что я врежусь куда-то. Мне кажется, я сейчас врежусь. Я врежусь кого-то. Я врежусь, а тут ничего нет. А, какая интрига, мне уже страшно, у меня глаза немножко открываются. В принципе, можешь открывать. Обалдеть. У меня просто все слова ушли, поэтому... Это просто очень красиво. Сейчас мы находимся возле самого большого озера в Татрах, которое расположено у подножия трех вершин. Что вы понимали, это ледниковое озеро, то есть оно было образовано тающим ледником. В глубину морское око достигает 50 метров, а находится на высоте 1395 метров над уровнем моря. И если вы думаете, что красивее уже не будет и можно спокойно выключать это видео, то нет, не стоит. Кстати, купаться в озере строго запрещено, и за это вам грозит немаленький штраф. А подняться сюда можно даже на конях. Стоить это будет немало, но для ленивых туристов самое то. Вас и поднимут наверх, и опустят обратно. Но вы посмотрите просто на цвет этой воды. Он кристально чистый, очень прозрачный, красивый, вблизи вообще выглядит невероятно. Знаете, в таких местах даже не хочется ничего говорить. Хочется просто смотреть, слушать и молчать, потому что это природа. Очень такой приятный звук воды. Давайте его хотя бы потрогаем, что ли. Вау. Вода холодная. Очень бы хотела скупаться и пить хочется. В общем, место классное, атмосферное. Единственный минус просто огромный, это то, что здесь очень много людей везде. Особенно при входе. Но если будете здесь, то пройдитесь дальше. Можно ходить вокруг озера целых 24 километра. Так что пройдитесь дальше, найдите более уютное место. Даже здесь не очень уютно, но здесь все равно намного меньше людей, чем в других местах. В общем, если подвести такой итог, то могу сказать, что здесь очень хорошо развита инфраструктура. Я уже ничему не удивлена. В Польше так, в принципе, везде, наверное. Ну, по крайней мере, в Закопане. Здесь облагорожены дорожки. И, кстати, за них, за пешеходные дорожки заходить нельзя. Вот. Также здесь есть туалеты, хоть возле морского ока платные, но все равно. И плюс, когда мы шли по пути, каждые полчаса они были. Ну, биотуалеты. Так что ходить здесь можно спокойно, расслабленно. И путь очень легкий. Как вы поняли, дорога была простая, асфальтированная и очень такая пологая. Также, если вы не как мы пришли сюда налегке и без еды, то здесь есть несколько ресторанов, где можно, собственно, перекусить. Наверное, это будет недешево, но очень атмосферно с таким-то видом и в таком-то месте. К следующему месту путь будет посложнее, но мы люди упорные, поэтому... К тому же это будет двойне стоить того. Мы отдохнем в более уютном и безлюдном месте и увидим морское око сверху. Адем, конечно, непростой. Но водопады, виды, поры, все это компенсирует всю эту трудность. Хотя уже на самом деле все мышцы болят. И постоянно сушат, потому что тут везде вода. По крайней мере, здесь людей мало, это самый кайф. Последние шаги к новой локации. Очень похоже на морское око. Фух, ну здесь, конечно, прохладнее, ветер дует. Да, прохладнее, меньше людей. Итак, следующая наша остановка — это черный став. Я бы не сказала, что он черный, но все же он темнее других озер в Татрах за счет особенных водорослей, которые в нем растут. Кстати, став находится под Рысами, с самой высокой точкой Польши, подняться на которую архи сложно и опасно, так что мы пока не решились. Свалиться в пропасть или умереть от коммунепада не особо-то хочется. Вершина горы находится на высоте 2499 метров, что почти на полкилометра выше Гаверлы. Я думаю, по самой горе можно понять, что подняться на нее сложно, потому что она скалистая, и там нужно с собой и шлемы брать, и готовиться к чему только... ко всему, короче. Вот, и еще там находится снег, то есть там должно быть холоднее. Хотя здесь тепло. Неистово ловлю флешбек из подъема на Гаверлу. Да, мы на нее поднимались еще в 21-м году и вообще, в принципе, путешествовали по Карпатам, откуда, кстати, даже на канале есть видео. Оно там первое, нет, второе, второе видео на канале, так что, если интересно, можете глянуть. Там, конечно, качество не очень, но все равно атмосфера, незабываемые Карпаты, это любовь, в принципе, горы, любовь. Да уж, с таким видом мы еще не ели. Как здесь красиво. Встреча с бурым медведем в Татрах почему бы и нет. В ТНП обитает много животных, включая олени, косуль, ласк, рыси и, да, бурых медведей. Самыми популярными жителями являются серна и сурок. Кстати, горная серна настолько здесь популярна, что стала живым символом Татар. У многих жителей Подгалья она ассоциируется со свободой и не раз была героиней многих рассказов и песен. Мы, как подготовленные туристы, взяли с собой все, что только можно было, чтобы не умереть от голода, холода и всего остального. И вам советуем запастись как минимум теплой одеждой, едой, водой, базовой аптечкой, солнцезащитным кремом и головными уборами. Еды мы вообще взяли на три раза, плюс два перекуса и три литра воды. И нет, это немного. В идеале еще взять вот такой вот коврик, потому что с ним можно сделать перевал в любом месте. Раз уж мы заговорили о подготовке к походам, поделюсь парочкой советов из личного опыта. Во-первых, обувайте суперудобную обувь и на всякий берите пластыри. Во-вторых, готовьтесь физически за несколько недель, чтобы для вашего организма не было сильного стресса от долгой прогулки. И в-третьих, спланируйте свой маршрут заранее. Может звучать очевидно, но далеко не все просчитывают километраж и время, которое он займет. А еще учитывайте смену погоды и узнайте, что делать, если вы встретитесь с медведем. Все-таки походы в горы – это нелегкая прогулка. Здесь есть свои риски и опасности. На самом деле, никакие слова не передадут моего восторга от этого места и, в принципе, от всего парка, потому что, ну блин, это нужно смотреть, это нужно чувствовать. И мой словарный запас слишком узкий, скажем так. Ну, в общем, место классное. И это озеро, оно может быть чуть-чуть лучше за счет того, что здесь меньше людей, намного меньше. И здесь как-то тише, спокойнее. Хотя в то же время здесь нет туалета. Ну ладно, природные есть, но обычного нету. Так что да, место классное, сюда советуем зайти. И еще, кстати, отсюда немаловажный плюс. Отсюда с вершины очень хорошо и вообще во всей красе видно морское око. Если вы будете снизу смотреть, вы не увидите всей этой красоты, поэтому лучше, если у вас есть силы и подготовка, то поднимайтесь. Это непросто. И, как вы поняли, мы устали, но оно того точно стоит. Фух, это был непростой, но очень насыщенный поход в горы. Мы прошли 20 километров и еще пройдем 15. И, как итог, за это время мы успели увидеть невероятное морское око, черный став, несколько водопадов и даже самую высокую точку Польши. Да и в целом насладились процессом и природой Польши. И, на самом деле, мы хотели показать вам еще одно красивое место, но поняли, что по времени и силам у нас это не получится. И за один день, в принципе, невозможно посетить все локации Татар, да и не нужно. Лучше посетить одно, максимум два места в этом парке, чтобы не спешить, не устать и при этом хорошо провести время. Все приключения обошлось нам в 114 злотых на двоих без учета еды. И это копейки по сравнению с тем, какие эмоции, впечатления и воспоминания вы получите. Ставьте лайк, если вам было интересно прожить с нами этот день. И пишите в комментариях свои впечатления, мысли и вопросы. Было сложно снимать параллельно с нашим походом, но, надеюсь, благодаря этому мы смогли вам передать красоту горной Польши. А мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока!